Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вот какой теме. Мы очень с вами часто говорим про потенцию, про эрекцию, про либидо, про тестостерон. И вот у меня какой вопрос. Причём этот вопрос не у меня, дорогие мои, это вопросы ваши. Бывают ли сексуальные проблемы и почему у молодых мужчин? И вот меня этот вопрос очень удивил. Сразу скажу, это, друзья мои, ваши вопросы, не мои. Вы задаёте, я отвечаю, как обещаю вам. И я всегда удивилась, а почему мы что говорим? Разве только про возрастных мужчин или зрелых? Очень часто сексуальные проблемы даже бывают и чаще, бывают именно у молодых мужчин. Откуда я всё, друзья мои, знаю? Потому что долгое время я занимаюсь лечением бесплодия. И когда мы говорим про бесплодие, про беременность, то, безусловно, это два партнёра. Когда беременность не наступает, виновата не только женщина, кто бы как не считал, но и мужчина, безусловно. И порой очень часто именно преобладает мужской фактор. Только вслушайтесь, друзья мои. Прошу прощения, именно мужской фактор. Я даже икать начинаю. Говорят, что виновата женщина. Ну, не виновата, а потом выясняется, что как раз-таки виноват мужчина. И что мужчины, думаете, прям возрастные? Я вижу действительно очень большие проблемы у мужчины после 25 лет и в 30, и в 30 с небольшим летом. Бывает, обследуй мужчину, которому там за 45-50 лет и никаких явных проблем выявить не можем. То есть ситуации бывают абсолютно разные. Это даже вот про спермограмму, да, которую я чётко могу вам сказать данные анализа. Но если мы вообще в целом говорим про сексуальность, да, и про сексуальные проблемы, почему у молодых мужчин возникает множество проблем? Друзья мои, потому что, к сожалению, очень большое количество стрессов. И ничего удивительного нет, что у мужчины в 30, там с небольшим лет, могут быть проблемы с потенцией. То есть вообще абсолютно ничего удивительного. Потому что, учитывая современный образ жизни, учитывая современных женщин, да-да, вы не ослышали, современных женщин, сейчас, друзья мои, действительно сложно найти себе партнёршу. И вы это все знаете, потому что женщины сейчас тоже очень сложные, требуют особого подхода, да, и очень надо внимательно, конечно же, к этому относиться. И, соответственно, конечно, у мужчин возникают стрессы, серьёзный стресс. Причём часто мужчины долгое время, бывает, находятся одни, то есть без партнёрши. Я действительно знаю прекрасных молодых мужчин, которым сложно найти партнёршу. Прям сложно. Они говорят, ну вот, вот одной нужны только деньги, другой там, допустим, там нужна моя прописка. Никому я, как личность, не интересен, да. То есть там, и поэтому мужчина долгое время то с одной находился женщиной, то с другой, то один. И, конечно же, если, допустим, мы говорим про мастурбацию, да, про самоудовлетворение, то тоже имеет место привычка, имеет место привычка к порнофильмам, да, и без которых многие мужчины вообще не могут возбудиться. И это особая проблема, и многие уже учёные, многие сексологи, психологи пьют проблему. Мы же не против порнофильмов, они могут быть, но люди очень много времени тратят на это. Причём я не говорю только про мужчин, а и про женщин. И многие мне мужчины пишут, я не знаю, что делать, у меня жена без порнофильма не хочет вступать в половой акт, да. Это проблема, друзья мои, что всегда нужен триггер. А почему мы говорим про порнофильмы? Потому что у нас всегда наша психика требует что-то нового, нового, нового. А когда мы с вами раз, да, и один порнофильм смотрим, смотрим, там один раз вы на него возбудились, второй раз вы на него, а на третий всё, вам надо что-то круче, что-то тяжелее. Соответственно, и в жизни вы это пытаетесь, да, найти. Там ещё фильмы, вот это вот, какой у нас фильм-то был, «Пятьдесят оттенков серого», который ещё в своё время произвёл такую революцию, да, в кинематографе. Когда книга вышла, все это активно обсуждали, когда фильм вышел, так вообще, я думаю, все его посмотрели, и все там женщины хотели, чтобы у них дома была такая комната, да, но никто как бы не представляет, что вообще это такое, да. И, соответственно, это такой серьёзный момент, про это писали многие всё-таки произведения, и, то есть, мы хотим чего-то большего. Почему мужчин действительно по этому поводу возникают некоторые проблемы? Плюс стрессы, плюс экология, без этого никуда. То есть, достаточно часто у мужчин молодых проблемы, то, что сейчас больше удалённой работы, вы больше находитесь там в сидячем положении, мало занимаетесь спортом, да, то есть, неправильное питание. Это все те факторы, которые уже в нас закладывают вот эти вот процессы, которые не очень благоприятно в целом влияют на ваше здоровье. То есть, малоподвижный образ жизни, то есть, плохое кровообращение органов малого таза. То есть, большинство своём вы находите всё сидя, да, в кабинете сидите, дома сидите, на диване сидите, всё время что-то печатаете, мало гуляете. Современные мужчины действительно для того, чтобы там сходить за хлебом, садятся в машину и едут. Им тяжело дойти там два-три шага, им лучше доехать, да, чтобы более было быстро, комфортно и без каких-то там либо неприятностей. Вот, и всё в целом, конечно, сказывается и на потенции. То есть, вот я вам, пожалуйста, привела огромное количество факторов. Но, на мой взгляд, всё-таки самый серьёзный – это психологический фактор у мужчин. Очень серьёзный. То, что мужчины действительно очень много сейчас думают про отношения. С одной стороны, это очень хорошо. Но, с другой стороны, как раз вот мужчины, да, около 30 лет, такой возраст, когда мужчина вроде бы думает уже об строении семьи, думает о постоянной партнёршине, не только половой, да, вообще по жизни. И, соответственно, вот здесь он уже больше заморачивается, можно так сказать. Больше мыслей, больше раздумий, больше сомнений. Если раньше там была Анечка, Машенька, Сашенька, Диночка, это, Мариночка, они все менялись, и вроде бы обязательств у вас особо никаких не было, и всё было хорошо, и проблем-то особо никаких не было, то с возрастом появляются проблемы, появляются мысли, которые в целом негативно влияют и на мужское здоровье. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение по этому поводу. Согласны ли вы со мной? Обязательно пишите мне в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю огромного здоровья, огромного сексуального удовольствия, чтобы вы никакие проблемы вас никогда не беспокоили. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok